В Ненецком округе выбрали делегатов на 5-й Всероссийский съезд по охране окружающей среды. На него в соответствии с выделенной квотой поедут 5 делегатов от региона. В конференции приняли участие представители компаний-недропользователей региона, профильные учреждения и организации, а также представители общественности. Эта встреча не только повод для выбора кандидатов, но и возможность поговорить о том, что сделано, и тех экологических проблемах, которые еще предстоит решить. Одним из выступающих стал заповедник Ненецкий. В этом году сотрудники проделали большую работу. Они провели мониторинг фонового вида Арктики. Основным объектом исследований стал Атлантический морж. Первый за последние много-много-много лет в российской Арктике мониторинг именно Атлантического моржа продолжительный. До этого момента они были все довольно непродолжительные, фрагментарные, непоследовательные. И вот с этого года нам удалось более 50 дней наблюдать лежбище, а для крупнейшего лежбище на территории российской Арктики, европейской части, Атлантического моржа, на котором скапливается более 2000 моржей за один раз. Еще один доклад, который прозвучал на конференции, касался работы Департамента природных ресурсов. В этом году сотрудники Департамента провели 32 мероприятия. Одно из самых масштабных – акция «Нашим рекам и озерам чистые берега». В ее рамках было очищено 58 гектаров береговой полосы. Собрано порядка 68 кубометров мусора. Но в этом году мы проводим уборку по бесхозяйным судам. И уже по итогам года будут подведены итоги. Мы наработали положительный опыт. До конца сентября мы примем работы по выполненной. То есть уже проезжая через городской мост, если посмотреть, видно, там заканчивается работа по уборке остатков прошлой деятельности. Также на конференции начальник отдела Центра природопользования Дмитрий Машченко обрадовал экологическое сообщество новостью о том, что теперь у Ненецкого округа появилась возможность проводить самостоятельно лабораторные исследования. Совсем скоро откроет дверь в здании морского порта собственная укомплектованная лаборатория. Цель его приобретения – проведение на месте всех экологических анализов состояния окружающей среды, воды, почвы, донных отложений на наличие каких-то загрязнений. Раньше все пробы отправляли на анализ в Архангельск, а это дополнительное время и деньги. В лаборатории сейчас ремонт, идут последние приготовления. Но уже готов приступить к работе привезенный специалист-химик Константин Марков. Вообще работа в год экологии идет полным ходом. Много еще предстоит сделать. Наметить планы на будущее, поставить новые задачи и предусмотреть экологические вызовы поможет Всероссийский съезд по охране окружающей среды. На него были выдвинуты пять кандидатов. В завершении конференции участники путем голосования поддержали всех. По итогам голосования Ненецкий округ на конференции представят руководитель Департамента природных ресурсов Сергей Андреянов, руководитель Росприроднадзора по Ненецкому округу Андрей Жихарев, директор заповедника Ненецкий Станислав Золотой, инженер по охране окружающей среды Варандейского терминала Ирина Рогачева и руководитель региональной молодежной организации «Гринхом» Сергей Уваров. Я на самом деле очень рад, потому что работаю в округе уже в этой сфере 10 лет. Именно как эколог. Я учился на эколога. Я специализируюсь именно на Арктике, на субарктических экосистемах. Я считаю, что это, наверное, одно из главных мероприятий этого года, года особо охранения территории экологии в Российской Федерации. И там будет достаточно представительная публика, модераторы, которые действительно расскажут, что происходит в стране, какие тенденции происходят в стране, что нас ждет в будущем в этой сфере. Напомню, ключевое событие в рамках проходящего года экологии в России пройдет в столице с 12 по 14 декабря. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова